Сейчас собираюсь на третий день тренинга, ем уху. Уха невероятно вкусная, девчонки, из красной рыбы. Это самая лучшая уха, которую я когда-либо ела, это из красной рыбы. Потому что так по себе, если вы ее неправильно готовите, пересушиваете, держите по 30-40 минут в духовке, она получается сухая, невкусная. Я думала, зачем же так портить рыбу, когда можно засолить? Неужели, как бы, для меня это был перевод красной рыбы, когда я вот ела такую какую-то засушенную рыбу. Сейчас я просто немножко по-другому ее готовлю, если хотите, как-нибудь покажу. Вот, и самая вкусная уха, это из красной рыбы. Здесь я себе сделала сухарика, самое время перейти, знаете, на такое вот экономное потребление. У меня высохли куски, и, кстати, вот эта вот ситуация, из нее можно выносить плюсы из ситуации с коронавирусом, из ситуации с карантином. Посмотрите на это немножко с другой стороны. Мне сегодня вот знакомая прислала пост Валяевой Ольги, где она писала, чем мы можем заняться, и какие плюсы можем вынести вообще из всей этой ситуации. И действительно, если развернуться в эту сторону, можно много найти разных вот таких вот реально крутых моментов, зон роста, скажем так, где ты можешь получить благо, да, исходя из всей этой ситуации. Вообще из любой ситуации можно получить благо, но рассуждать, конечно, об этом можно бесконечно. И вот самое время перейти на какое-то экономное потребление. Не может бесконечно планета выдерживать вот тот поток издевательства над ней, который производит человек. Естественно, будет мутировать вирусы, и планета – это живой организм, который будет так или иначе избавляться от нас, от людей, потому что мы реально паразиты на ней. Мы вырубаем леса, мы выкачиваем ресурсы, мы выжигаем, мы отравляем ее отходами, и ничего не остается, как вот так вот с нами поступать, собственно говоря. И, ну, таким образом будет происходить чистка. Я взяла тот хлеб, который у меня был, но это мое личное мнение, можете это заобрет сумасшедшего какой-то принимать. Многие из вас это так и делают, но от этого мое мнение навряд ли поменяется. И я сейчас вот тот хлеб, который у меня был, я всегда хлеб просушиваю в тостере, ну, поджариваю его. Когда он свежий, он вот внутри такой мягенький, а сверху он получается, ну, таким вот поджаренным, да. Сейчас у меня сухарки, то есть высохший хлеб я взяла, положила колечками, вот такими вот кружочками себе в тостер, и потом, ну, все, просто вот так вот либо помакать буду, либо добавлять прямо, он мне размакивать будет в супе. Я так делала еще в старые времена, когда у бабы оставался хлеб. Раньше люди вообще ничего не выкидывали, потому что они пережили голодные годы войны, и они все упускали в ход, да. И поэтому вот тот хлеб, который не доедался, он сушился в духовке, и потом мы добавляли его в борщ. Очень вкусный борщ был вот именно с таким хлебом, поджаренный в духовке, это какая-то невероятная вкуснотища. И вот сейчас хлеб, который у меня высох, естественным способом, я его еще и положила дополнительно в тостер, и у меня вот таким вот образом стали вот такие вот сухарики. Это тоже хлеб, который я когда-то либо просто пожарила в тостере, натерла чесноком, и у меня тоже получился вот хлеб. Потом он высох. Ну, короче, девчонки, давайте переходить на более экономное потребление. Вот, как, например, такое, я вообще терпеть не могу выкидывать продукты, не знаю у меня откуда это. Я вот прям до последнего, даже если я не доедаю что-то, вот, чтобы моя душенька успокоилась, это у меня лежит до скончания веков где-то там в холодильнике, если я вдруг не успеваю съесть. И потом с чистой стоимостью я там выкидываю, да. Что-то отдаю собачкам. Ну, короче, у меня практически безотходное производство, по крайней мере так стараюсь, не всегда получается. Но такого вот у меня нет, у меня просто знакомая моя, она, знаете, вытаскивает, например, сыр из холодильника, понюхала, если ей запах не нравится, сразу же выкидывает его, хотя пармезан, например, пахнет, знаете, тот сыр, который вот мне присылали. Ну, это вообще что-то с чем-то. Запах такой даже, привкус, но реально вкусный. Ну, то есть я экономно очень подхожу к продуктам, в принципе. Девчонки, я собралась на третий день тренинга. Оделась немножко по весеннему, у нас там солнышко светит, но на ноги все равно одену уги. Хотя вот эти вот прям вообще в тему. Надо что-нибудь повеселее на ноги купить себе. Не купить, заказать, может быть. Вот. Немножечко я поправилась. Прям бедра стали такие более аппетитные. Я по одежде вижу. Пора худеть. Мало очень двигаюсь. Пора выходить на улице гулять. Вот. Собираюсь я на тренинг. Вот. У меня сегодня день еще, знаете, такой немножко не по себе. Я, знаете, я, когда у меня что-то происходит, редко что-либо рассказываю на камеру. Практически никогда, это постфактум. Либо можно как-то узнать потом, впоследствии, из каких моих видеороликов, когда уже все прошло, уже все переварилось, уже все в порядке. Вот. Это сегодня я постигла неприятное известие. Пока рассказывать не буду, потому что я такой человек, знаете, мы все по-разному переживаем. У кого-то, если что-то случается, там горе, да, какое-то, они стараются посвятить в это большее количество людей. У кого-то, если что-то происходит, они стараются как-то закрываться в себе. Я один из таких, наверное, людей и человеков. И как-то переживать это, да, сама по себе. Максимум, у меня, кто знает, это прям вот мои совсем такие вот близкие люди. Вот, да, посторонним на канале у меня ничего никогда. Можно же, конечно, на этих видео так реально прям и приподнять свой канал, да, хайпануть, как сейчас это модно называется. Но вот прям настолько иногда жутко на душе, что вот не хочется даже вот прям это все выговаривать на публику. Причем будут даваться какие-то там советы, ты можешь путаться в этих каких-то советах, да, и как нужно сделать, как не нужно сделать. Ну, возможно, и скажу вам попозже, либо как разрешится ситуация, либо, может быть, по факту буду все равно какие-то моменты там снимать. Вот, короче, как-то вот так вот, девочки. Все, пора идти. И ехать примерно 30-40 минут по времени. Да, кстати, у нас в Эберлик появились белковые коктейли, протеиновые коктейли, как по-другому называют. Очень хороший такой состав, уже читала. Так что имейте в виду, они вообще появятся с шестого каталога. Уже так вот в каталоге в самом, да, но фактически их можно заказать уже сейчас. Они есть на сайте. Ссылочку для кого интересует, я оставлю внизу вон в боксе к этому видео. Это линейка Wellness, она туда включает белковые коктейли. Вот я кулю сделала, такой вот. У меня мокрый волос, я искупалась сегодня с утра, и оно до сих пор не высохло, потому что я естественным способом сушу. Поэтому мне пришлось его вот так вот забрать, чтобы сейчас я пока дошла до машины, чтобы ветер не надул. И есть еще супы у нас. Есть грибной, по-моему, со сметаной или со сливками. И есть еще томатный суп. По-моему, еще будет сырный суп. Так что имейте в виду, сейчас эта тема здорового питания, она очень даже кстати, учитывая, что у нас карантин будет на улице. Все равно коктейль, вот я, например, с собой беру коктейль. Правда, другой фирмы, он у меня еще не закончился. Вот сейчас еду, например, время 6 часов. Когда я приеду домой, время уже будет 12. То есть я 6 часов буду голодная. И я обычно либо когда выхожу оттуда, вот с тренингом, выпиваю коктейль, либо когда на йогу иду, тоже мы там сидим 4 часа. И поэтому тоже приходится брать с собой какой-нибудь перекус. Имейте в виду, на перекус это вам не заменит постоянный прием пищи, какой-то полноценный такой прием пищи. Хотя по составу, состав очень сбалансированный. И сейчас в нашей пище, которая продается в магазинах, не всегда можно найти такой сбалансированный состав. Потому что ты читаешь и видишь, что там куча ешек, куча добавок каких-то, куча-куча всего. То есть сейчас у нас на, я не знаю, на сколько процентов, но больше, чем на 50% продукция наша, продукты питания состоят из химии. То есть прямо химическая промышленность очень глубоко туда. И ароматизаторы тебе какие хочешь, и усилители вкуса. В этих же белковых коктейлях там есть и витамины, огромный такой минеральный премикс. Да, и там и витамины В, В1, В6 и В12. То есть очень тем хорошо, кто вегетарианец, потому что восполнит недостаток белка. Там есть коллаген в этом коктейле. Там есть, ну там очень широкий такой состав. Так что зайдите, посмотрите. И по сравнению с другими фирмами они дороже. Вот как-то так. Ссылочка будет внизу. На улице очень обманчиво ветреная погода. Прям так пожалела, что оделась прохладненько. Прям ветер холодный. Ветер перемен, как я его называю. Если ветер сильно дует, значит к смене погоды. Субтитры сделал DimaTorzok